Моё любимое стихотворение 15-го года называется «Чуйка». Несутся пустынно, честно, дни жизни, ловя поток, В котором, если уместно, найти можно свой итог, В котором нестись под локти вдруг взятым, Причём без вины, возможно, без слёз и похоти, До истины и тишины. Но мы не хотим в потоке, нам путь озарить бы свой, Иначе, вспотев, подохли бы подкраденной той звездой, Мы были бы все в депрессии, Нас сжёг бы с изнанки стыд, Коль в жизни бесполезные, в историю путь закрыт. Отсюда теплее чутко на взращенные купола, Какая-то суперчуйка мне с детства весь мозг прожила, Откуда же что берётся? Ответ не бывало прост, Душа твоя не загнётся, пока актуален рост, Пока ты летишь в пространствах, держа в пальцах только нить, Наитие не стараться предсказывает, парить, Стареют душа и чувства. Нет вечного, знайте, здесь, Но мозг, но молодо, мозг мой, чуйка, Опять выжигает весь. Вы знаете, когда я начал это свидание? Вернее, написал. В октябре 15-го года, Когда изменилась моя жизнь, появилась новая профессия, Которая первый год мне безумно нравилась. У меня тогда возникла чуйка, Что, может быть, я сейчас только в 45 лет нашёл То занятие, которое мне будет доставить удовольствие. То занятие, которое позволит реализовать вот эти способности. Ну, потому что, когда я начал общаться с молодёжью, Разница, с которыми почти 30 лет была, И начал понимать, Что-то они действительно лучше меня. Вот тогда я стал писать такие стихи. Но это только первый год. Потом, знаете, вот наступает всегда отрезвление. Мы же как? Ну, если ты творческий человек, как вот? Представляете, армия, милиция. Ну, кому там были нужны мои творческие стихотворные способности? Я не избалован был вниманием к моим мыслям. А тут оно появилось. По крайней мере, мне так казалось. А потом пришло сознание, что ничем не отличается. Армия, милиция, школа. В общем-то, в школе, как потом выяснилось, Чистоты даже было меньше. Я имею в виду отношения с коллегами. Я детей не имею в виду. Нечистоты было больше, чем в полиции и в армии. Там проще было мне, хотя я не любил в то время. Но вот эта суперчуйка, она-то, в общем-то, туда проникла еще когда мне было лет десять. Еще лет десять было. Просто с годами вот эта амбиция, опломб и осознание принадлежности себя к чему-то, какой-то касте людей, Должных совершить нечто, остаться, продлить себе первая вот эта вспышка, 15-16 год, что это возможно. А потом это все опять до бытового неверия скатилось. Но тем не менее, вот такие стихи. Чего они сегодня с утра, не знаю. Ладно. Надо попробовать взять себя в руки и вернуть вот этот душевный настрой самовостребованности. Если ты сам себе не нужен, ты не будешь нужен, опять же, я имею в виду в творческом контексте, в этом сегменте, ни человечеству, в целом, ни людям в какой-то конгломерации, корпорации, не знаю. Вот так. Спасибо.